Владимир Дубовский родился в Якутии, много боролся с путинским режимом, обличая местных чиновников-клептоманов. Он рос в стране, которая гордилась своим размером и величием. Правда, реальность в его родном Якутске очень отличалась от картинки по телевизору. Это туалет на улице в минус 65, это нечистоты летом, и смрад стоит ужасный, я не знаю, а там как-то у нас сюжет крутили про Индию, как там ужасно люди в антисанитарийных условиях, а у меня так детство прошло. Он ходил по земле, напичканной богатствами, но это никак не отражалось на жизни людей. Я рос в крае, где вся таблица Менделеева, понимаете. У нас, ну, не сказать, что алмазы под ногами валяются, но богатый очень край, богатый природными ресурсами, землей. И люди, они не живут, понимаете так. Я вам могу скинуть там, где прошло мое детство. Это барак, это причем реально барак, это бывшая колония поселения, и вот строили бараки для заключенных. При этом большинство тех, кто рос в Катаржанском крае, повторяли судьбу своих родителей. 11 мальчиков в классе было, из них только я и еще один парень на свободе, остальные или убиты, или в тюрьме, распространены наркотиков, бандитизм и прочее. Так Владимир пришел к убеждению, что не нужно ждать чудес от далекой и чужой Москвы. Нужно самим решать свою судьбу. Я родом с Дальнего Востока и представляю такой дальневосточный сепаратизм. У нас 11 регионов в Дальневосточном федеральном округе. Я выступаю, чтобы все эти 11 регионов отделились, в первую очередь от России сепарировались. Потом каждый друг от друга отделился, то есть это были независимые государства, объединенные в рамках какой-то конфедерации, ну что-то вроде, может быть, Евросоюза. Дальневосточники уже давно вынашивают идею быть отдельно от России. И Центр уже давно эту идею душит, не давая работать на Дальнем Востоке честным и принципиальным людям. У нас вот был Сергей Фургал тот же самый, ну и что с ним стало? В Хабаровске прошел митинг в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. У нас был губернатор Приморья Андрей Ищенко, которого мы избрали, но выборы сфальсифицировали, в итоге отменили выборы и на следующие выборы его не допустили. Москва боится потерять этот регион. Откуда же тогда будут поступать деньги на дворцы и яхты московским чиновникам и олигархам? Только мы начинаем говорить о каком-то правильном распределении ресурсов, полезных ископаемых или там уплаты налогов, нас обвиняют сразу же в шовинизме, что у нас там ксенофобия. Владимир утверждает, на Дальнем Востоке и не только на нем много людей, желающих жить отдельно от Московии. И это не обязательно якуты или буряты. У меня большая часть моих знакомых, кто является сторонниками сепаратизма, это именно этнические русские. Да, понятно, что лидеры это в основном нацменьшинство или вот потомки украинцев, поляков, но очень много именно русских людей, которые говорят, блин, да я готов с оружием в руках защищать. То есть если мы обретем свободу, я готов как бы за нее бороться. Здесь давно сложился свой дальневосточный интернационал. Люди разных народов хорошо понимают друг друга. У нас есть в Якутии сахат-эла, местный язык. У нас что-то вроде как в Украине как-то билингвизм вроде называется, когда ко мне подходят и говорят там условно «Ха сейчас была», я смотрю и говорю «14.30». То есть мне задают на сахат-эла, мне удобнее на русском. Я отвечаю на русском языке. И мы все друг друга прекрасно понимаем. Дальневосточный сепаратист рассказывает о мини-соц-опросе, который провел среди жителей дома, в котором жил в России. Я делал опрос, просто создал гугл-формулу и кинул в чат своего дома во Владивостоке, многоквартирный дом. И я там задавал вопросы про, например, зеленый клип. Там первый вопрос был, слышали ли вы об этом? Второе, хотели ли вы, чтобы это была независимая страна? Хотели бы вы, чтобы это была частью Украины? И, например, частью Украины 12% проголосовало. Это 6 человек проголосовали, что хотят, чтобы частью Украины. А чтобы независимость – 80%. Сейчас Владимир Дубовский живет в Грузии. Собирает деньги для русского добровольческого корпуса, воюющего в составе ВСУ. Проводит акции в поддержку Сергея Фургала и шамана Александра Габашева. И ждет, когда под натиском вооруженных сил Украины рухнет путинская армия. А затем и путинский режим. Чтобы вернуться на свободный и независимый Дальний Восток. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...